Жители одного из микрорайонов Черкесска обеспокоены невозможностью безопасно перемещаться вдоль проезжей части. Территория, вокруг построенной в середине прошлого десятилетия домов, выглядит вполне благоустроенной. Но вот пеший путь по улицам Октябрьской и Космонавтов вызывает немало нареканий. По маршрутам горожан прошелся и наш корреспондент Артур Махце. Эта плита и размещенный на ней люк обслуживающей организации давно стали местной достопримечательностью. Об их существовании по улице Космонавтов в Черкесске многие взрослые жители окрестных домов помнят с детства. Говорят, ничего подобного не доводилось видеть больше нигде. И ладно, если бы это был единственный проблемный участок пешеходной зоны. Выбоины в тротуарах скорее смахивают на полигонные траншеи. Люди вынуждены переходить дорогу, где придется, лишь бы не повредить себе что-либо. Я 10 лет, и 10 лет вот так. Ну, то есть вы переходите здесь вот по тротуару проходите? По краешку. По краешку прохожу. А вечером? Ну, вечером я стараюсь не выходить. Вы что, хотите, чтобы я ноги протянула, что ли, здесь? Немногие, кому схожесть с природным бездорожьем приходится по нраву, это местная живность. Остальные обитатели микрорайона в южной части города хотели бы чуть больших удобств для передвижения. Особенно данное пожелание актуально в отношении маломобильных граждан, а также семей с малолетними детьми. Удобно ходить по дороге? Нет, почему там камни, грязь, очень грязно, и можно на камнях упасть, попачкаться в грязи. Своей дочери вторит и мама Вероника, ведь именно ей приходится брать на себя функции то проводника детей по грязи, то грузчика, переносящего самокат или коляску. Здесь у нас есть два пути, либо более долгий, но по тротуару, частичному тротуару. И иногда, когда мы спешим, мы переходим дорогу в неположенном месте, потому что идти до пешеходного перехода очень далеко, и мы делаем огромный крюк. Но есть еще второй, более короткий путь через грязь и камни, и высокие бордюры. Выходящие из ближайшей остановки общественного транспорта люди просто так на этот тротуар не попадут. Им приходится перебегать проезжую часть в неположенном месте, либо идти вдоль двигающихся автомобилей, рискуя оказаться под колесами. По грязи многие сейчас идут именно из-за того, что нет нормального... Конечно, нету там перехода. Вот перешли, надо выходить или на ту сторону, а нам же сюда подходить надо. Вот мы и так и идем. Впрочем, нарушают правила и автомобилисты. Так водители пазиков забирают пассажиров с остановки и разворачиваются через сплошную линию. Просто иного варианта для резкой смены направления движения здесь попросту не существует. Чтобы решить комплекс вроде бы незначительных на первый взгляд проблем, необходимо участие представителей городского управления ЖКХ, а также обслуживающей организации. Нет сомнений, что первые обратят внимание на ситуацию и помогут горожанам. Не исключено, что и вопрос с переносом бетонной плиты и люка также решаем. Все-таки оставлять тротуарную зону в виде испытательного полигона для пешеходов тоже не стоит. Артур Мхце, Али Батстанов, Вести, Карачао, Черкесия.